здравствуйте уважаемые подписчики сегодня у нас интересная тема для обсуждения все информповоды федеральных сми вот забиты были высказываем алишер и маргенштерна о том что пора бы забыть день победы перестать преклоняться перед этим праздниками вообще перед подвигами наших отцов дедов прадедов так далее и вот об этой теме мы сегодня хотели поговорить в нашей студии дмитрий николаевич поперечнев это директор балаковского промышленно-транспортного техника имени героя советского союза николай васильевича грибанова здравствуйте дмитрий николаевич помимо этого информационного повода у нас в нашем балаковском поле тоже один из блогеров на ю тубе но такой малоизвестный но тем не менее вывесил видео вчера вам как он на обелиске поснимал вечный огонь и там молодежь греет руки крутится возле вечного огня и он высказал такую мысль что пора бы потушить все это дело вот и перестать соответственно 9 мая туда приходить возлагать венки ну и вообще пора бы это всю тему забыть потому что это уже не актуально вот такую мысль высказала и вот первый вопрос вашим техникуме все студенты знают подвиг грибанова ну начнем с конца как говорится значит уверен что да по крайней мере мы свою воспитательную работу с точки зрения патриотики проявления гражданских гражданственности у ребят строим как раз на платформе которую вот посещаем обстоятельства мы являемся правоприемниками речного училища который носил им не гриба грибанова и поэтому вот с недавних пор бывшие второе училище носит имя николасича грибанова мы восстановили вот в этом году у нас летом была поездка в село брыковка откуда родом николасич грибанов вместе с ребятами выезжала небольшая группа восстановили контакт со школы скажу что у нас есть среди наших учащихся есть ученики брыковской школы духовнического района значит откуда родом николасич грибанов значит все памятные даты связаны с его именем для нас это как бы громко не звучало это святые даты частности вот в октябре мы в канун его бодвига значит организовали возложение цветов к значит устел его обелиска где он скажем так барельев с николасичем начинает плеяду череду героев балаковцев значит был проведен такой шикарный шикарное вне классное мероприятие с участием ребят значит куда мы приглашали частности и представить представители федерации организации сударем завода нашего балаковского ну и знаете вот когда говорят о том что патриотик это не та тема которая интересует молодежь вот она там далеко от этого отошла я скажу что у нас вот в сценарии мероприятия после скажем так такой художественной торжественной части было возложение цветов к значит знаку который во дворе нашего училища находится но когда спускались и ожидали ветеранов ребятами с собой делились и я с удивлением и радостью услышал что вот они рад пересказывали как они волновались когда они читали стихи и монтаже надо не пели песню когда они пересказывали читать их то есть для них это был не просто зубрежка и скажем так вот рассказал вышел и забыл для них это что-то колыхнуло ну я вам сегодня поневоле в любом случае поапеллирую да поскольку второй стороны нет много раз мы были тоже на мероприятиях там набата и так далее да то есть действительно ребят которые поисковики копают все это видит все для них это сквозь себя пропускают да эту историю но и много раз мы видели когда во многих аудиториях наших учебных заведений задней партой там чуть шушукается кто-то телефонных лазит никому так вот половина на половину интересно кому-то нет но всем ли это интересно или ну здесь в душу в голову в душу не влезешь вот я считаю что скажем так выстраивая работу мы должны ориентироваться предполагать скажем так максимальное вовлечение или участие ребят а скажем так как на выхлопе ну давайте так в любое время скажем так патриотизм это не бесплатная конфетка которая нравится всем некоторые вещи может быть даже и они и режет и ухо и слух поэтому кто-то воспринимает тот не воспринимает в любом случае мы должны не взирая на то что нас на задних рядах смотрят телефон или щелкают семечками мы должны стараться скажем так эту идею двигать таким образом чтобы и до этих задних рядов доходил когда когда-то да или же скажем так виде что эффекта нет может быть и начать с задних рядов выстраивать тактично подачу информации материала таким образом чтобы вот ну достучаться по крайней мере до большинства они напомню нашим подписчикам что дмитрий николаевич не просто вот сейчас директор на там ответственный за студентов он еще по из образованию историк да я закончил саратовский пед институт исторический факультет коллега я тоже заканчивал только астраханский пед университет приятно но все же вот возвращаясь к теме мы же вот не так пиарим сейчас там войну восемьсот двенадцатого года да например ну там стояние на реке угре там например если вспомнить окончание до монгольского нашествия это тоже веховые такие наши исторические моменты да но почему то вот они как бы там уходит на задний план и понятно почему логично слишком много времени уже прошло да все же вот почему давил там моргенштерн говорит но 70 лет это уже как бы срок больше 70 это уже уходит в археологию скорее всего да и в принципе сейчас даже вот все современные поисковики уже в ближайшее время придется те события которые в срок ушли в 70 лет это нужно открытый лист брать археологические раскопки уже будет вести скоро то есть это прям скоро официально станет полностью истории может быть такого давления более не оказывать на молодежь именно только тем кому это интересно дискутировать можно этим бесконечно знаете от меня всегда я вот так вот на памяти фраза как бы нам не превратиться в иванов родства непомнящих вот ну к сожалению за клишированы были многие вещи связаны с великой отечественной войной никто не забыт ничто не забыто там и так далее так далее но тем не менее в каждой это кстати никто не забыт ничто ничто не забыто знаете кому принадлежит эта фраза ольге бергольца она автор этой фразы человек который пострадал наверное ну не меньше хотя не принимала участие непосредственно великой отечественной войне так вот есть такая вещь была по крайней мере когда я учился в школе практически каждый монтаж утренник там или мероприятие посвящено великой отечественной войне начинал с фразы значит нет в россии семьи который бы не коснулась своим дыханием горячим война или вот великая песня великую фирму фильма офицеры да нет в россии семьи такой где не памятен был бы свой герой поэтому вот если мы согласно сейчас прошло 70 лет 80 наверное скоро будет уже согласны сейчас вот этот короткий с точки зрения истории вообще-то это это даже не песчинка микро песчинка период предать земле и обознать его обозначить его археологии ребят но мы уже на пороге к иванам раства не помнишь я родился 70-м году и мне знаете александр вот 70-м году когда я родился с прошло от великой отечественной войны от конца сколько 25 лет вот я скажем все свое детство я помню замечательно прекрасно там значит как бы никаких проблем и вопросов не было там каких-то там достатки или вопросов недостачи чего-то вот вы помните 25 лет назад что было я например помню я помню представляете вот наши родители когда меня родили 25 лет на 1 назад прошла война то есть они это дыхание горячее абсолютно чувствую современность для абсолютно да то есть и мы например сейчас я например его тоже чувствую у меня дед значит отец родился 10 июля 41 года одет 23 июня 41 года ушел на войну он с финской пришел и ушел на великой отече три месяца три месяца перерыв был и он даже не он знал что сын родился но но ни разу не видел вот я вот ну вот понять состояние мы сейчас вспоминаем грибанова ему 19 лет было бы за же 19 лет вот мы с ребятами разговаривали ребят вот в 19 лет они практически сейчас ровесник его насколько нужно иметь внутренней бога внут внутренней стержень крепкий серьезный да для того чтобы понимая что если ты сейчас зод простреливал практически . была прибита да если ты сейчас из расходов в боезапас гранат все но него не взял значит не закроешь его то вот ну скажем на этом участке фронта победа за твоим подразделением не будет а это сорок четвертый год все уже там широкую поступить от латвии рига под ригой он встает и закрывает 19 лет вот какую нужно иметь понимание любовь я не знаю к чему крови не к себе там и так далее так далее ведь он наверное когда шел на этот зод он не вспоминал какие-то великие там веки так и давайте обычный расчет был понимать конечно да и это например и это был не рис так но он понимал что перед ним стоят задачи и он понимал что сзади его страна впереди вот здесь вот тоже такой гротеск если мы в 90-е да например там ледокол суворову там да мы начинаем вот сейчас мы размышляем до подвиги грибанова там человек выполнил все тактически правильно да закидал все на этом схема работы но боевых действий по идее ты его закончена и усни да 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 но он принял решение что это либо он один либо все вот но тут вопрос и в 90-е все это поливалось вот наоборот то есть мы взяли как бы да всю историю вот я до перевернули и начинали там матрос выбраны выдуманные панфиловцы выдуманные да там что-то случайно произошло вот надо было героев мы качали героев да как бы информационные повестки вот и сейчас вот то есть вот получается ну молодежь 90-х это я наверное да там вы выходе там в институте мы закончили как раз то есть концу нулевых и современный молодежь то есть понимает читает тоже эти все книги в доступности сейчас полно в интернете нет это не подвиги нет это вот заград отряды все в принципе те же самые последние фильмы михалкова цитадель да где не там с палками штурму и вот здесь вот полный вот опять заново как бы пикнул переобувку что когда называть нет все это опять снова героически все это вот может быть вот у людей неприятие у молодежи из-за этого того что вот кардинальные такие метания туда-сюда мы знаем что историю пишут несовременники а если пишут современники то современники современников потом переписывают и поэтому вот когда вы начали разговор по поводу отечественной 19 года ведь скажем так это было по уровню патриотизма но поскольку это было вот на ну начал это было новое время я с точки зрения вот исторического среднего это было новое время это наверное было даже может быть где-то и посильнее вот давайте так ополчение против поляков прошло еще 200 лет после него вот 200 лет в относительно спокойствие но если не считать там русско-турецкие конфликты так далее значит жила россия и тут вот отечественная война 19 года и ведь тогда по большому счету по всей стране в народ встал как единый кулак и благодаря этому собственно говоря чувству эту поддержку значит мы сумели отстоять нашу страну в каждом селе практически вот но на скажем так в вольском районе в село черкасское граф уваров построил храм значит в честь счастливого возвращения исцеления от ран своего сына в черкасском стоит храм там пятигупольный до который построил хозяин села для того вот в память об этом для него великого события в куриловке он действующий слава богу в куриловке значит построена значит храм тоже выздорование победы то есть вот это не это не столицы не то что страны там не столица губернии даже неуездные города это просто вот села которых жили помещики люди которые считали дудушным каким-то образом там обозначить свое участие слава богу в дальнейшем всем историографам хватило здравого смысла и там знаний чтобы не перелопачивать значение отечественной войны 19 года и вот наверное отчасти нетронутый историография довела это значимость этой победы этой войны до нас и поэтому мы скажем так вот вполне нормально к этому относимся мы не применяем вот мы сейчас затронули тему археологии права великой темы мы не применяем этого этой фразы к переменительной войне 19-го года она практически чистая открытая вся беда конечно в том что вот переиначивание из той попыткой переиначить историю она может быть была связана с тем что изначально была попытка ну скажем так минимизировать может быть потери нас да мы сейчас понимаем что свыше 27 миллионов да тогда говорилось о около 20 ну 7 миллионов извините меня некоторые страны европы не могут похвастаться и ныне такой численностью да вот раз потом значит потери в потенциале понятное дело что скажем так практически руины лежали в на на нашей стране и мы там за короткий год за короткий там пятилетку мы уже смогли практически выйти на уровень предвоенный за 10 лет мы вышли на уровень предвоенный да понятное дело что это было сделано в том числе первых за счет репараций и тех того промышленного кластера который мы как страна победитель естественно получили скажем в качестве каких-то компенсационных моментов да вот может быть если бы тогда об этом говорили открыто может быть не было бы желания сейчас вот ну хайпануть да главное кукарехнуть первому и громче всех а потом мы уже трава не расти вот если бы этого не было может быть и как-то мини болезненно перешел бы вот это вот пришла произошла бы оценка может быть великой отечественной войны в нашей истории вот как раз в 90-е нулевые годы когда каждый там пытался найти какой-то факт тут же его свериться с официальной историографии исторической наукой вывернуть его наизнанку да желательно еще какие-нибудь вот ну вот вы примену упомянули имя суворова да еще какой-то псевдо историк псевдо деятель и так далее так далее подмешивал сюда еще подливал масло в огонь конечно это все нанесло большую большой удар с точки зрения того что вот но все-таки патриотика она зиждется на защите отечества в любом случае как вот ну я так понимаю например тем более что но за двадцатый век можно по пальцам пересчитать на 10 десятки лет не будет чтобы наша страна не жила в состоянии войны но мы с японии до сих пор так а ну да так да у нас нет мирного договора с японии абсолютно собственно град девятнадцатый двадцатый век не начался с русско-японской войны 1905 года а вот значит поэтому у нас не было состояния войны вот ну с японии то мы де юре а вот де факто мы практически воевали мы участвовали во всех вооруженных конфликтах в той или иной степени поэтому для меня патриотизм в первую часть защита государства если мы сейчас не будем уделять этому внимание помнить тоже избитую фразу да если у вас нет состояния содержать свою армию то вы будете содержать армию другого государства все верно это а вот это вот понимание но вот приходит ну понятно мы вы там рождены в другое время то есть для вас это еще не остыло тут вы уже повозрослели а вот для современной молодежи это вот ну как считаете это придется просто с возрастом понимать что армия флот это единственные наши там на союзники как говорится и не надо смотреть там на западную периодизацию там допустим истории да где они говорят если мне ленд-лиз ничего бы там и не было до открытия второго фронта в нормандии она предопределил исток из исход великой отечественной войны да понятно я опять же возвращаясь к началу нашему разговору в отношении этого моргенштерна да вообще слушайте его творчество по неволе хотя бы то есть это творчество да но варианты сейчас другого нет то что я не знаю я в этом отношении на ортодокс я как-то вот ну не могу себя заставить я пытался честно говоря да пытался да но нет нет некоторые но скажем так некоторые вещи может быть ему мой слух воспринимает но не моргенштерна других исполнителей в этом направлении но как-то я нет тем более что знаете вот если есть талант то должен проявляться наверное каких-то вот направлениях которые параллельно тому делу которым ты занимаешься если ты музыкант то ты должен например там ну здорово играть на музыкальных инструментах либо обладать каким-то там уникальным голосом да или вокалом то вокальным ким данными обладать а если тебе скажем так ну пробел им не знаю может они есть а может они там и там и тут и ты стараешься это компенсировать какой-то своим ипотажем ну я как тут ну сейчас нас наши молодые подписчики скажут что деды собрались да ничего не понимаете ну давай вспомним кисов у кисов одна песня то это не року не рокового направления да но тем не менее они скажем так как-то внесли свою лепту все-таки моргенштерн да но он лидер там мнение вот именно потому под раз подросткового в принципе до 20-25 плюс там я не знаю 19 16 и вот такой разрыв многие его слушают и правильно ли вообще что он поднял эту тему ну может быть он в душе так и чувствует он правильно как бы сказал свое мнение да о том что ну пора все потушить вечные огни их хватит или все-таки лидер мнений должен супротив своему внутреннему все равно идти позиции государства вот как вы считаете лидер мнений должен негатив какой-то вносить или наоборот альтернативную точку или он всегда должен понимая аудиторию за собой который следует говорить то что как бы полезно государству ему людей говорю государство ты я да слава богу у нас этого нет отношения моргенштерна вообще скажем вот ситуация в которой который он хайпанул я так думаю что прадед его наверно бы встал из могилы да и позадь по заднице ты мне это не по щам по заднице прям штаб сняв штаны на публичном месте он по-моему башкирин по национальности да башкир пострадали здорово и да и скажем так башкиры то они как раз и были одним из ну скажем так одним из немногих были одной из немногих народностей которые с которой скажем так вот русское государство становилось как бы там не относились к нему там разбойник он или никто слова от юлаев но он был лидером национального движения и он вез за собой таких даже у татар не было лидеров каким был слова от юлаев и он какой-то степени у него же и татарские подразделения были в его скажем ну так освободительно ранее мангенштейн получил бы по щам вот за от дедушки я больше чем уверен что скажем так вот и наверное в его семье то если бы он так внутрь посмотрел бы вот то наверное нашел бы там ни одного героя а так я скажу что ситуация не настолько критично как она выглядит а потому что есть определенные направления которые в том числе и финансируются страны государства как руководитель образовательного учреждения могу сказать вот мы сейчас например на базе нашего образовательного заведения совместно с боевым братством уже были встречи с уставом михао сергеевичем все проговорили мы значит но к сожалению вот этот период карантина пандемии мы значит будем создавать значит боевую комнату юнармии значит штаб юнормейский в нашем образовательном учреждении значит я считаю что вот это вот развитие этой юнармии тоже определенный скажем так вносит толику в выстраивание каких-то ориентиров на которые бы может быть как вот знаете на елку и иголки насаживались ну продолжать можно там бесконечно долго да и росмолодежь существует там и так далее и так далее но я хочу чтобы хочу хотел бы обратиться в этом отношении все-таки к нам самим тоже понимаете вот сидеть на диване и ждать когда придет дядя поверьте пенерский галстук и ты взяв барабан с горном пойдешь вспоминая молодость стройную рядами все у тебя будет хорошо не стоит вообще абсолютно и наверное какой-то степени государством может быть от отпуская ситуацию значит как бы вот ну преследует определенные скажем тоже какие-то цели в частности в том чтобы мы проявили все-таки может быть самосознание какое-то если ты проходишь мимо детей которые греются у вечного огня если ты значит проезжая выкинул пакет с мусором абсолютно для меня это тоже патриотизм понимаете это тоже отношение это тоже тема которая воспитает и потом ну патриотизм что я вообще считаю что мы должны заниматься тем чтобы скажем выдавать на гора если это уместно говорить чека который с точки зрения гражданского отношения к стране государства к себе людям живущим рядом с ним был бы вот ну ну не талонно но по крайней мере там на нем было гораздо меньше съемных пятен как чем на солнце а вот и здесь как бы вот все моменты связаны с его становлением воспитанием и развитием они вполне уместны ну вы не выбросанные окурок значит вовремя сделаны замечания значит скажем так я не за первое место по волейболу за честь школы значит и торжественно приемную значит школьная школьная команда которые приезжает соревнований вся школа ура ура-ура-ура директор потом вручает красивую эту грамоту и вы скажем журналисты на весь город говорить о том что вот он гордость наша ну я не знаю я меня всегда исполняют я всегда преисполнен гордости за город когда скажем слышишь о достижениях там турбины как я себя присолним гордость когда слышали достижений сестер Борисовых, что касается спорта. Я всегда преисполнен гордости, когда, например, читаю, что компания ФосАгро выделила какие-то средства для того, чтобы сквер очередной привести в порядок, или 25-я школа, или детям помочь, атомные станции. Это серьезные такие финансовые вливания. Это тоже патриотизм, на этом тоже нужно воспитывать. И причем воспитывать нужно, наверное, без оглядки на дядю. Дядя, скажи, что нам делать с этой историей, расскажи. Вот сами мы должны садиться. — Патриотизм начинается со своего двора и подъезда. — Абсолютно. С своего двора и подъезда. И вот вы как бы сняли с языка своего двора и подъезда. — А вот есть какие-то универсальные... Вы не как директор, допустим, учебного заведения, на улице возле огня встретите какого-нибудь такого товарища. Есть какие-то универсальные слова, фразы, чтобы убедить его, что здесь все-таки священное место и какие-то вот просто ключевые, или это бесполезно что-то говорить. — Ну, Александр, тут все зависит от контингента, понимаете, да? Кого-то может быть... — Или как башкерский дедушка. — Для кого-то одного взгляда будет достаточно. Я по опыту своему определенный есть. А кто-то понимает только силу иного убеждения. — Ну, то есть, в любом случае, исходя из ваших ответов и, в принципе, нашей беседы, понятно, что государство должно усиливать в этом направлении свою роль или отпустить все-таки вот это? — Думаю, что да. Необходимо усилить. Необходимо усилить. Необходимо усиление, ну, скажем, вот опять мы затронули юной армии, да, пропаганда, там, службы в вооруженных силах, да. Ну, опять же, понимаете, здесь вот вы как, если вы апеллируете мне, вы скажете, «Миколаевич, ну, а какой пропаганде вооруженных сил, если там чуть ли не каждый месяц происходят какие-то ЧП, там, в подразделениях, в войсковых частях, которые, скажем, ну...» — Не-не-не, сейчас их гораздо. Это... Когда было время вот как раз перед Сердюковым, когда горели склады, да, реформа армии была, это... Мы работаем с телеканалом «Звезда», видим все изнутри, как бы, ну, нас тяжело убедить, потому что в армии сейчас плохо что-то, потому что все очень хорошо, как бы. Скажем так, пять лет был представителем призывной комиссии в муниципалитете. Я скажу, что вот для меня вот за пять лет было изменение, было откровением, что изменился и менталитет, и подход к прохождению. Люди приходили, вообще сами просились. Он приходил, снимал с себя верхнюю одежду, говорит, «Ребят, ну, какой я связист? Пошлите меня там, да, ВДВ, там, в морскую пехоту, там, или куда-то еще, и так далее». Президентский полк у нас каждый год с Булакова, там, три-четыре человека уходили, уходит в президентский полк. И даже знаю, что и сейчас такая же тенденция. Поэтому это здорово вообще, как бы, на это... И это нужно качать, 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 качать. И вот на каждого Мангерштерна, господи, прости, значит, у нас должно быть вот три-четыре момента, которые бы вы перекрывали и закрывали. И, ну, если говорить об избитых фразах, да, мне тоже где-то прочитал, значит, если раньше к упавшей бабушке протягивались десяток рук, чтобы помочь ей подняться, то сейчас эти десяток рук с телефонами, чтобы снять, как она упала и пытается... Вот, и эти моменты можно нивелировать как раз вот тем, что это неинтересно, это не так актуально, это не так красиво, это не так хорошо. А когда вот, ну, зачастую мы сами потакаем, вот, когда мы зачастую сами начинаем бурно реагировать на такого рода вещи, мы добавляем, скажем, популярности вот этим хайповым моментам и создаем такой нездоровый ажиотаз вокруг, наверное, вот этих вещей. И вот он сегодня погрел руки, ага, 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 вы все видели, давайте мы тоже у себя погреем руки на вечном огне. Это же, ну, это же делается, это же не выражение позиции никакой, это просто хулиганство. Про хулиганство, как говорили, да, Моргенштерн — это средневековое оружие, ну, утренняя звезда, да, и вот, наверное, в средневековье она тоже считалась хулиганством против рыцарства принятого, потому что весьма негуманный был. Спасибо за вашу точку зрения, Дмитрий Николаевич. Хорошо, что вы сегодня пришли в студию, рассказали о своей позиции. Я надеюсь, что все последователи Моргенштерна, которые, ну, считают так же, надеюсь, желаем просто повзрослеть, оглянуться, почитать некоторую литературу, которая, ну, поставит их мысли на путь истинный. Спасибо за интересную беседу. До свидания. Пожалуйста.